Уроки доброты. Так называется благотворительная акция по сбору гуманитарной помощи к Дню Знаний для школьников Донбасса. Инициаторами ее проведения выступили молодежный отдел Московской епархии и движение православной добровольцы. Рассказывает Эльвира Гордеева. Место встречи – палатка у Храма Христа Спасителя. Время – покончание всеночного бдения. Цель – помочь детям Донбасса. Приносить можно все, что пригодится школьнику. Сейчас есть острая нужда собрать школьников к школе. И акция не случайно проведена сегодня, в преддверии 1 сентября. Уже на выходных будет отправлена помощь детям из Донбасса, у которых нет возможности, не то чтобы даже купить финансовые, а элементарно в магазинах не продаются многие констовары. Поэтому мы связались с конкретной школой и полностью оснащаем школу к 1 сентября. Размещенный в соцсетях призыв православных добровольцев принести констовары для детей одной из школ Макеевки моментально получил множество переадресаций. Информация о сборе вещей также была размещена на сайте молодежного отдела Московской епархии и на приходах. Я из города Раменского Московской области, приехала сюда помочь деткам из Донбасса учиться в новом учебном году. Я считаю, что это правильно, что каждый православный человек нашей страны, да не только православный, а все должны помочь этим несчастным деткам, которые попали в такую сложную ситуацию. Дети не должны знать бед, по крайней мере, 1 сентября. И та скромная помощь, которую мы можем попытаться оказать, это наш христианский долг, долг, как сказала Катя, каждого православного. Это не первая лепта православных добровольцев мостов в копилку добрых дел. Подобные благотворительные акции ребята проводили и раньше. Собирали вещи для жителей Донбасса, бытовую химию, продукты питания. К 1 сентября стала актуальна школьная тема. У нас в группе выложили сообщение, что нужно помогать, можно помочь детям Донбасса. И мы решили, что у всей группы мы не останемся в стороне и решили помочь деткам. Мы собрали деньги, купили цитрафик, купили ручки, карандаши, то есть все, что нужно детям школы. На призыв помочь откликнулись активисты епархии из Иваново, Санкт-Петербурга, Чувашии. Поэтому сбор констоваров решили продлить до 15 сентября. Первая партия груза машины МЧС уже в эти выходные отправилась в Макеевку. Вторая последует через две недели.